Всем привет! С вами канал Apple Teacher. Сегодня мы рассмотрим еще один инструмент формирующего оценивания. Это Gwizelize. Gwizelize немножко схож с Gwiziz и Kahoot, но имеет свои некоторые особенности. Окей, давайте посмотрим, что у них находится на главной странице. Нужно перейти на gwizelize.com. Как видите, немножко схож с Kahoot, но здесь получается, что все задания идут на устройстве ученика. Но вы, конечно же, можете видеть их прогресс на своем компьютере, через свой аккаунт. Окей, как это работает? Здесь можно, чтобы они работали в группах, либо же индивидуально. Дальше вы просматриваете их ответы. Также можно посмотреть в режиме реального времени. А дальше, как я говорил, его особенность в том, что ученикам будет представлен дополнительный материал. Если же, к примеру, они находятся в слабой группе, в средней группе, либо в высокой группе. То есть, здесь у нас более персонализированное обучение. То есть, для вашей дифференциации очень хороший инструмент. Окей, давайте перейдем в наш кабинет. Нажимаем на teacher login. И здесь нам понадобится наш Google аккаунт. Как создавать Google аккаунт? Также видео есть на нашем канале. Окей, ну и, конечно же, есть Office 365. Если у вас есть Outlook и так далее, то вы можете воспользоваться этим аккаунтом. Но мы всегда используем Google аккаунт, так как все сервисы поддерживают данный вход авторизации. Они здесь говорят. То есть, gwizelize.zzish. Это, в принципе, один и тот же сервис. Окей, переходим. Вот, а здесь он у нас потребует как zzzish.com. Видимо, раньше было такое название, либо наоборот. Сначала был zish, а потом gwizelize. Но не суть. Окей, переходим на наш рабочий экран. Здесь у нас есть служба поддержки, если что. Они говорят, что нужно, кстати, нужно активировать свой аккаунт, используя ссылку с вашего электронного адреса. Ну окей, теперь пускай он у нас прогрузится. Вот и прогрузился наш личный кабинет. Здесь также есть уже готовые материалы. Но, конечно же, на английском языке, на русском не встречал пока что. Так как здесь, получается, у нас все адаптировано для учебных программ именно Америки и Соединенных Штатов. Окей, это нам не нужно, в принципе. Но если есть для учителей английского языка, это будет очень хорошо. Как видите, здесь у нас Нью-Йорк, куррикулум, флоридский стандарт и так далее. Окей, нажимаем на Create New Quiz. Давайте создадим наш собственный gwizelize. Здесь мы должны написать наше название. Деску здесь, это у меня уже второй, получается, идет. Нажимаем на New Question и добавляем, соответственно, сам вопрос. Напишем вопрос. Вопрос 1. И дальше нужно будет написать ответ на вопрос номер 1. Ну и здесь, соответственно, неверные ответы. Неверные ответы. Давайте 1. Ответ. Так, ответ неверный. 2. И третий ответ неверный. Номер 3. То есть, получается, здесь у нас идут задания со множественным выбором. Но дальше слева мы можем выбрать на соответствие, чтобы сделать. Можно использовать картиночки, либо через ссылку, либо же загрузить собственную из компьютера. Также можно использовать аудио, что очень даже круто. Ну и Text-of-Speech. Здесь, получается, будет такое машинное озвучивание. Ну, можно выбрать язык, но русского, к сожалению, здесь у нас нет. Окей. Выбрали правильный ответ. Выбрали неверные ответы. Дальше можно написать пояснение к вопросу. То есть, такая немножечко подсказочка. Ну, субтопик, в принципе, здесь нам не нужен. Дальше добавляем еще один question. Так. А, вот пошел. Это, конечно, вопрос 2, ответ 2 и так далее. Напишем. Ответ 1 и неверный. Ответ 3. Если что-нибудь такое напишем. И все. Давайте сохраним и передадим это нашему классу. Нажимаем save. And give it to class. Сейчас она прогрузится у нас. Итак, у нас прогрузился наш activity. Здесь можно выбрать ваш класс. Мы выбираем my first class, который идет у нас по дефолту. Дальше. Shadow for later. Нам говорит, чтобы мы проиграли его какое-то выбранное нами время. Master mode. Это, получается, позволяет закрыть этот гвиз. В том случае, если ученики ответят на все вопросы правильно. Используют музыку и звуки, получается. Использовать таймер. И, соответственно, набрав items, сколько раз ученик может проиграть данный гвиз. Но здесь мы поставили как undimited, то есть бесконечное количество раз. И number of questions можно выбирать. Ну, мы выбрали сразу все. В расширенных настройках можно сделать случайный выбор вопросов, их порядок. Также здесь мы кликаем, чтобы ученик видел свои ответы, чтобы можно было бы предоставить им обратную связь. То есть, answer explanation, которую мы написали к пояснению вопроса. Также можно выбрать, чтобы не показывали правильные ответы. К примеру, если они работают там в классе, и чтобы они не читерили. Ну, и чтобы здесь также есть такой интересный инструмент, то, что ученики могут записать на камеру то, что они делали. И, соответственно, отправить нам. Окей. Ну, и добавляем коммент от учителя. Здесь они говорят, пожалуйста, закончите к двум. Дальше. Можно сделать как... Здесь первое, это мы воспроизводим данную игру в классе. Дальше можно сделать, чтобы они сделали это как домашнее задание. Ну, и здесь у нас больше идет как тестирование, как на assessment. Окей. Давайте нажимаем plane in class. Нажимаем assign activity. Дальше у нас прогрузится... ...выбор именно для дифференциации. То есть, как я говорил, если же ученики набирают меньше 50%, мы можем выбрать какое-то activity, чтобы они дальше делали. Вот, как здесь вот. Можно либо выбрать из библиотеки что-нибудь, либо же из вашей собственной библиотеки. К примеру, я хочу, чтобы они при завершении выбрали вот этот тестовый номер 2, к примеру. Здесь ее выбираем. Она прогружается. И там мы дальше должны будем нажать также на кнопочку assign. Так, здесь мы выбрали, если ученик набирает 50% в нише, тестовый номер 2. Давайте выберем, если же они набрали между 50% и 80%. Ну, к примеру, нажимаем... Вот какая-то статистика. Ну, просто для примера. Нажимаем assign as follow-up. Кликаем его. И вот статистика у нас здесь вышла. И так далее. То есть, для каждого у нас есть, собственно, какие-то гвизы, которые мы потом им раздадим. То есть, это, к примеру, углубленное изучение. Окей, нажимаем I'm done. И здесь мы переходим на экран, куда должны перейти наши учащиеся. Давайте сейчас откроем в режиме incognito, чтобы можно было так. Чтобы можно было посмотреть, как это все работает. Окей, переходим на student code. Так, enter. Здесь у нас код php7560. То есть, ученики также открывают на своих девайсах. Либо же, если кто-нибудь дома сидит, тоже можно, в принципе, сделать. Окей, здесь я уже до этого, когда тестил, я вот писал. Давайте выберем опытичера. То есть, браузер уже автоматически сам сохраняет. И прогружаем задание. Здесь я могу закрыть, если это мне уже не нужно, да. И дальше здесь, что интересно, это launch game view. То есть, когда мы нажимаем на launch game view, здесь показывается, кто как отвечает на вопросы. И кто какие баллы, получается, набирает. И идет в таком более в игровом режиме, чтобы у учащихся была мотивация и конкуренция между друг другом. Вот здесь у нас прогрузилась, соответственно, team versus team. Либо team versus компьютер. Я думаю, давайте, если у нас здесь всего лишь один учащийся, как будто. Выберем team versus компьютер. Здесь же мы нажмем с вами старт. Окей. Так, здесь выбираем regular. Здесь мы нажимаем старт. Окей. Вот наш вопрос номер один. И должны выбрать правильный ответ. Окей. Ответ номер один. Ответили правильно. Также показывается время. И показывается нашу баллу. Окей. Нажимаем next. И здесь... Давайте выберем неверный ответ. Пульс и неверный ответ. И здесь у нас идет пояснение к вопросу, чтобы он мог у нас все это проанализировать, сделать обратную связь для себя. Но здесь почему-то... А, вот. У нас два было. А гость набрал четыре. Ну, гость четыре, это получается сам компьютер. И вот так вот все. Закроем это все. У нас опутчитель набрал 186 баллов. Здесь можно поставить, кому нужен... Да, вот. Показывает, кому нужна помощь. Да, то есть те, кто набрал ниже 50% или 50%. На каком вопросе? На вопросе номер два, да, и так далее. То есть, если у нас будет больше учащихся, соответственно, будет выбираться тот вопрос, на который ответили самое наименьшее количество. Раз, да, правильно. Можно просмотреть все. Так, ну, здесь нам нельзя скачать в Excel, потому что у нас не премиум аккаунт. Вот такой вот у нас есть инструмент. Gwizelice, либо zish.com. Можно переходить для того, чтобы сделать дифференциацию. Так, а давайте проверим, что у нас здесь дальше было. У учащихся, да, мы выбирали различные Gwizelice. Окей. Напишем Checky Results. Давайте посмотрим. Что у нас здесь было. Здесь напишется, какой из них неправильный, какой из них правильный. Все. Are you ok? Да, мы окей. И здесь нам сразу предлагается тот Gwiz, который мы с вами выбрали, да, если учащихся наберут между 50% и 80%. Вот такая вот интересная. Вот такой вот еще один инструмент у нас формирующего оценивания. Gwizelice, либо можете вводить как zish.com. Все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.